2 августа в Кингисепском районе прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию воздушно-десантных войск России. В них приняли участие десантники из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Ивангорода и Сланцев. Стартовал День ВДВ в Ивангороде у памятного знака воинам-интернационалистам, боевой машины пехоты, где гостей приветствовал исполняющий обязанности руководителя Кингисепского отделения региональной общественной организации Союз десантников Ленинградской области Сергей Васильевич Уроднич. Ребята, смирно! Вольно! Можно сказать спасибо большое, что сегодня все мы здесь собрались, в этот юбилейный день воздушно-десантных войск 90-летия. Ивангород, Кингисепп, солнце потянутся попозже. Хотел бы выразить огромную благодарность администрации Ивангорода Виктора Михайловича Карпенко, кто пригласили нас, почтим память. К его поздравлениям и пожеланиям присоединился глава муниципального образования город Ивангород Виктор Михайлович Карпенко. Добрый день, дорогие друзья! Я от всего сердца хочу поздравить всех вас с этим замечательным праздником, Днем Воздушно-десантных войск. Конечно, действительно, это праздник мужественных и отважных людей. И не зря основным лозунгом и девизом десантника было всегда никто, кроме нас. Действительно, я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья и что все те навыки, которые были приобретены вами в годы службы, никогда не пригодились в боевых условиях. В этот день, конечно же, хочется вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни в горячих точках, выполняя задачу по защите нашей Родины и рубежей нашей Родины. Вечная им память и наш низкий земной поклон. С праздником вас, друзья! С Днем ВДВ! Ура! После возложения цветов и венков к памятному знаку БМП десантники побывали на братском захоронении в Ивангороде, где находятся могилы двух воинов-десантников Антона Шарапова и Владимира Александрова, которые отдали свои жизни, выполняя гражданский и интернациональный долг. Виктор Михайлович с администрации города Ивангород скажет те слова, которые подойдут к этому памятному знаку. Уважаемая Галина Борисовна, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, воины-десантники, действительно символично, что сегодня, в День ВДВ, мы с вами находимся здесь. Здесь, где оставлена частичка нашей памяти, наша гордость и наша нестерпимая боль. В пользу тех молодых ребят наших с вами, земляков, которые отдали свои жизни, выполняя свой воинский, гражданский и интернациональный долг. Конечно же, да, они могли бы жить сейчас, расти детей, работать, радовать своих родителей, но судьба распорядилась так, что они оказались до конца верны воинской присяге, верны нашей родине, вечная им память и наш низкий земной поклон. Спасибо. Я вам желаю всем крепкого здоровья, большого счастья, семейного счастья, благополучия и всех-всех благ, которые можно взять на земле. Здоровья вам, ребята! В Кингисеппе десантники посетили мемориал Роща 500. В мае этого года на его территории был открыт бронзовый бюст кавалеру Ордена Мужества Владимиру Андреевичу Александрову, погибшему 20 лет назад в числе бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ в неравном бою в Аргунском ущелье. На митинге у памятника выступили исполняющие обязанности Кингисеппского отделения Региональной общественной организации «Союз десантников Ленинградской области» Сергей Васильевич Уроднич и мама-героя Галина Борисовна Александрова. Крепкого здоровья, чтобы у вас в семьях было все хорошо, все благополучно. Спасибо за то, что вы не забываете ребят, которые погибли, которые отдали жизни. Затем колонна машин последовала на Октябрьский бульвар, где у памятника воинам-интернационалистам Журавли состоялся импровизированный митинг. Открыл его исполняющий обязанности руководителя Кингисеппского отделения Региональной общественной организации «Союз десантников Ленинградской области» Сергей Уроднич. Гостей праздника также приветствовали бойцы Кингисеппского отделения «Союза десантников» Владимир Силин, Андрей Сиротин и Михаил Коровиковский. После их выступления Галина Борисовна Александрова поблагодарила всех присутствующих за то, что жива в их сердцах память о подвиге ее сына. Вторая часть мероприятий, посвященных 90-летию воздушно-десантных войск, прошла в парке «Романовка». Открыла праздник депутат Совета депутатов муниципального образования Кингисеппское городское поселение Татьяна Викторовна Львова. Добрый день, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать здесь и поздравить от главы муниципального образования Антонова Елены Генриховны и от Совета депутатов с вашим праздником, с 90-летием воздушно-десантных войск. Затем военный комиссар Кингисеппского, Сланцевского и Волосовского района Ленинградской области подполковник Олег Борисович Харченко лично вручил юбилейные медали, посвященные 90-летию воздушно-десантных войск России. Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Любителей спорта ожидал увлекательный мастер-класс от девятикратного чемпиона мира по кикбоксингу Вячеслава Тесленко, а также разнообразные спортивные площадки, где все желающие могли попробовать свои силы в гиревом спорте и армрестлинге. А любители оружия собрать и разобрать автомат Калашникова. Перед зрителями также выступили артисты Сергей Терещенко, Владимир Сосюра и Андрей Борисов. Репортаж подготовили Виталий Алферов и Елена Парфенова специально для Кингисеппского отделения региональной общественной организации «Союз десантников Ленинградской области».